Ну что же, вот и подходит к концу 2021 год. Для кого-то этот год был тяжёлый, для кого-то странный, необычный, для кого-то яркий, для кого-то радостный. Каждый его запомнит по-своему. Одно точно, в 2021 году вышло множество книг, в том числе много очень интересных книг по палеонтологии. И я очень хотел рассказать вам не о какой-нибудь книжке вообще палеонтологической, потому что хороших палеонтологических книжек на самом деле очень много. Мне бы очень хотелось рассказать именно об актуальной книге, которая вышла буквально только что. Но уж простите, я не смог сосредоточиться на одной какой-то книге, поэтому сегодня будет небольшой обзор нескольких книг. Но надеюсь, что они вам все понравятся, и что хотя бы некоторые из них вы сможете прочитать, и получите от этого большое удовольствие. Ну и чтобы уж совсем, так сказать, выбиться из собственных правил, которые я только что поставил, я сейчас хочу рассказать про книжку 2020 года, но она прям такая обалденная, что я просто не могу про неё сейчас не говорить. Тем более, что появилась она, если мне память не изменяет, в декабре 2020 года. Поэтому с натяжкой, я думаю, можно её вот к 2021 тоже подтянуть. Это книга Марка Уиттона, которая называется очень коротко и ёмко. Птерозавры. В принципе, книжка эта, конечно же, вышла и даже не в 20-м году, а пораньше. По-моему, в 18-м или в 19-м, вот не уверен. Но в 20-м году её перевели, и, соответственно, она появилась на русском языке. И это прям невероятно круто, потому что, в принципе, книжек научно-популярных про птерозавров, ну, по сути, не было. Динозавров сколько угодно, каких-нибудь там древних млекопитающих, пожалуйста. Но птерозавры, они как-то вот вместе с динозаврами заодно все время шли, про парочку птерозавров рассказывали, что кто-то там вроде где-то летал. У некоторых даже сложилось впечатление, что это какие-то летающие динозавры. Но на самом деле птерозавры это абсолютно уникальная группа, обладающая уникальнейшими особенностями как морфологии, так, скорее всего, и особенностями поведения, особенностями физиологии, с уникальным совершенно жизненным путём, как-никак это животные, которые первые освоили машущий полёт. Это же само по себе делает их просто фантастическими. И, конечно же, они заслуживали внимание в отдельной книге, отдельного рассмотрения, ну хотя бы на 200 страничек, как в книжке Марка Уиттона. И это было сделано. И причём, мало того, что книга вышла довольно серьёзная, толковая, в принципе, её будет интересно почитать даже специалистам-палеонтологам, ну или людям, которые глубоко интересуются палеонтологией. Детям бы, наверное, я её рекомендовать не стал, всё-таки она немножко сложновато. Но вот все, кто, как говорится, хоть чуть-чуть в теме, смогут её оценить по достоинству. Но, в принципе, написана она достаточно понятным языком, и там невероятные иллюстрации, просто фантастические. Короче говоря, рекомендую во всём. Я из неё очень много чего интересного узнал, и уверен, что вы тоже узнаете много чего хорошего. И ещё одна книжка, тоже вот прям конца 2020 года, мимо которой я пройти, но никак не мог, это Николай Кукушкин «Хлопок одной ладонью». Название прикольное, ещё прикольнее то, что это наш, а ещё прикольнее, что этот наш живёт в Америке и является, если не ошибаюсь, даже каким-то там большим профессором в американском институте. Но, в принципе, книжка сама по себе просто обалденная, потому что она посвящена теме, о которой никто ничего не знает, происхождению жизни. В принципе, по этой теме уже была несколько лет назад написана хорошая книга Михаила Никитина, и все, кто интересуется вопросом происхождения жизни, наверняка её читали, но те, кто её читали, знают, что книга довольно своеобразная, в ней очень много химии, достаточно много физики, и, в общем-то, без подготовки она идёт с трудом. Я не могу сказать, что новая книжка на порядок лучше, она другая, но она снова возвращается к вопросам происхождения жизни, снова освещает её немножечко под своеобразным углом, и Николай Кукушкин делает это очень ловко, на мой взгляд, поэтому я готов эту книжку всем рекомендовать. Ну и теперь, собственно, перейдём к 2021 году. Честно говоря, здесь было книжек много, я не могу сказать, что они все перевернули моё воображение, как книжка птерозавра Марка Уиттона, но они тоже очень достойные, очень хорошо написаны, и я уверен, что если вы их прочитаете, вы не пожалеете об этом. Начнём с книги изобретатель париозавров, которую написал Антон Нерехов. Нерехов известный популяризатор, он много уже всяких книг написал, в том числе на палеонтологическую тематику, и одна из его самых лучших и довольно известных книжек, это Древние чудовища России, если вы вдруг их не читали, тоже рекомендую. Ну а на сей раз Нерехов обратился к Амалицкому, как фигуре достаточно известной в узких кругах, в кругах интересующихся палеонтологий, но в то же время фигуре, про которую тоже обычно говорят буквально пару слов. Однако вообще история самой экспедиции Амалицкого и вот той фауны, которую он открыл, она безусловно заслуживала своего внимания, и вот Нерехов проделал огромную работу, перекопал кучу архивов и смог показать очень интересную историю, рассказать очень интересную историю. Следующая книга, которую я тоже хотел бы вам рекомендовать, это «Путешествие натуралиста», написанное Дэвидом Аттенборо. Она к палеонтологии особого отношения не имеет, но уж очень я люблю Дэвида Аттенборо, я уверен, что среди подписчиков нашего канала тоже найдутся многие, которые интересуются этой фигурой и с удовольствием почитают его автобиографическую книгу, которая появилась в 2021 году. Следующая книга называется «Дарвин в городе». Как я мог, находясь в Дарвиновском музее, пройти мимо этой книги? Конечно же, не мог, поэтому я не прохожу. Советую на неё тоже обратить внимание. В этой книжке описано, соответственно, как происходит эволюция прямо сейчас, прямо на наших глазах, прямо в городе. Многие говорят, что эволюцию все придумали, эволюция только где-то там выкаменела из тех, а сейчас эволюции нет и ничего не происходит. Как раз здесь было проведено некоторой степени исследования, чтобы показать, что даже сейчас животные не только приспосабливаются к человеку, но даже меняются, и происходит это буквально в наших глазах. Всем, кто интересуется эволюцией, это будет наверняка весьма любопытно. И последняя книга, на которую задержался мой взгляд, это книга Дмитрия Богданова «Перм.Россия». Дмитрий Богданов по образованию врач, который увлекается палеонтологией, давно уже занимается палеоартом. Кстати, его работы были представлены на нашей выставке, которая в этом году прошла. У нас здесь была большая выставка палеоарт, может быть, вам даже довелось её посетить. Но если не довелось, у нас есть несколько роликов, можете посмотреть, как это было. Так вот, помимо того, что Дмитрий Богданов увлекается палеоартом и рисует изображения древних животных, причём чаще всего животных пермского периода, он обратил внимание и сделал это вполне справедливо, что ещё одна часть палеонтологии очень мало освещается популярной литературе. Это пермский период и звероящеры. Он решил это исправить, написав вначале книгу Звероящеры, а вот теперь её продолжение и развитие Пермь России. Я уверен, что эта книга будет достаточно интересной. К сожалению, я конкретно с книгой Пермь России ещё до конца ознакомиться не успел, только её просмотрел, но мне показалось, что написана она достаточно толковая, и я бы мог бы рекомендовать её к прочтению. Если вдруг какие-то суперважные книги вы тоже читали, а я их вдруг пропустил, или же вам кажется, что мой обзор какой-то неправильный, на самом деле совсем другие книжки в 2021 году, посвящённые палеонтологии, стоило бы порекомендовать, вы можете, конечно же, написать об этом в комментариях. Больше того, я никоим образом не претендую на объективность, это вот сугубо моё мнение, и составлено исключительно из тех книжек, которые мне попались на глаза и которые мне довелось прочитать. В принципе, на чтение у меня времени, честно говоря, не очень много, поэтому всё я, конечно же, не читал. В любом случае, читайте, просвещайтесь, интересуйтесь, и уверен, что и жить тогда вам будет гораздо интереснее уже в новом 2022 году. Всем счастливого Нового года! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok